его тоже подорвать, расколоть, создать новые какие-то ветки. Для этого создаются, конечно, серьезные условия и инструменты. В частности, Украина, которую я очень люблю, как родину народа близкого мне, у меня бабушка украинка, ее превратили уже практически в инструмент борьбы против России. Она не является субъектом, она стала объектом в чужих руках, который используется против нашей цивилизации. Я не знаю, чем ее одурили, но она превращается в ту самую страну нетрадиционной цивилизационной ориентации. Поэтому она начинает болеть и разваливаться. Как болеют и разваливаются люди нетрадиционной ориентации. Раньше или позже с ними это происходит. Да, мы привержены своей традиции, мы хотим, чтобы мы существовали и далее в веках. Но для того, чтобы это происходило, нам требуется прилагать совместные усилия. Отлучение Армении от России, на мой взгляд, это трагический тренд, трагическая тенденция, которая ничего хорошего не принесет ни России, ни Армении. Мы чувствуем это в каждом нюансе развития политической обстановки. Крым показал на своем примере, как решать вопросы народного волеизъявления. Мы по существу, хоть говорят, вот воссоединился Крым с Россией, мы вернулись в свой родной союз, в историческую Россию. Потому что, ну, Советский Союз и историческая Россия для меня это одно, в общем-то, понятие. Мы делали это в очень тяжелых условиях. Вот здесь у меня есть аналитический доклад, который мы готовили уже несколько лет назад, о легитимности Крымского референдума. Вы его сможете почитать, поэтому я в эту тему углубляться не буду. Но скажу одно, что это было единодушное решение народа, который оказался на грани войны. Потому что быть на грани войны, это всегда подталкивает к каким-то четким, твердым решениям. И крымский народ в соответствии, абсолютно легитимно, в соответствии с конституцией своей, республики Крым, из конституции Украины, в которой записано в 138-й статье «Право крымчан на проведение собственных референдумов». Принял это решение, иначе была бы война. Шли эти самые нацики с лозунгами «Москалей на ножи», а всех крымчан, поскольку это русскоязычное население, пытались отождествлять с этим зловом «Москалей», и, соответственно, на ножи это причиталось почти всему населению Крыма, кто не успел бы уехать. В истории армянский народ уже эти трагедии проходил. Мы вчера возложили цветы, конечно, жертвам геноцида. Но эти истории, к сожалению, видимо, исторически не исчерпаны. И критические в мире ситуации, складывающиеся, они будут формировать такого рода угрозы, что мы испытали на крымском примере. Что у нас получается? Получается непросто. Против нас применяют те инструменты, которые не являются нелегитимными, несправедливыми, которые являются прямым нарушением принципов международного права, я имею в виду блокады, санкции, войну, прокси-войну, или войну, которая охватывает все, кроме, может быть, горячего применения в полной мере оружия. Это происходит и в отношении Крыма, но это и пугает многих наших партнеров. Но, слава Богу, не всех. И я скажу так, если мы начинаем пугаться, то нас будут гнуть. Приведу пример. Когда Крым заявил о выходе из состава Украины, и 10 дней он был независимым государством, пока воссоединился с Россией. Россия признала Крым как независимое государство. В это время к нам полетела одна авиакомпания, поскольку украинская сторона сразу нам заблокировала все дороги, все пути, поставки и продовольствия, и воды, и электроэнергии. Все взорвали, все закопали. А жить надо населению. Тогда полетела авиакомпания под названием «Добролет». Она пролетала, может быть, максимум две недели, и ее удушили. Она была обанкрочена, разорена нашими западными оппонентами, которые заявили о том, что мы будем применять вот таким же мощным образом санкции, чтобы Крым остался в блокаде. И крымчане передумали, видимо, свое решение, переделали и переначали. Тогда собрались все российские авиакомпании. От Аэрофлота и Сибирь, и СССР, и Ямал, и Якутия. Ну, в общем, все, какие есть. И приняли решение с конкретной даты, всем вместе, начать полеты в Крым. Сегодня у нас в Крым до 150 прилетов и 150 вылетов, то есть 300 рейсов в летний период, летают все российские авиакомпании. И никаких санкций. Почему? Потому что если ввести санкции против всех, то это заблокировать полностью все авиасообщение с Российской Федерацией. А это невозможно. У нас колоссальная территория, воздушное пространство. Тогда это, ну, критически будет все. Кризис, катастрофа. Никому это не нужно, и никто это не осмелился. Я считаю, что всегда надо действовать таким твердым и жестким путем, противодействовать введению санкций. Ну, может быть, я скажу вещь такую достаточно закрытую. Но я считал, с самого начала, я тогда работал в федеральных органах власти, что на слово санкции мы должны были заявить. Тот, кто хоть шаг сделает в сторону России с санкциями, с тем мы прерываем дипломатические, экономические и всякие другие отношения. Я уверен, что пользуясь нашим газом, нефтью, металлами и всем остальным, что есть у России в качестве ресурсной базы широко Европы и Азии и так далее, никто бы на такие меры не пошел. Но надо было... Тогда бы, наверное, маховик санкций не развернулся. Сейчас он развернулся в полной мере, и каждое отдельное государство и всех вместе пугают разного рода санкциями. Поэтому приходит то время, когда мы должны вот ту самую красную черту подвести и сказать, еще шаг дальше и будут последствия. Мне очень понравилось выступление последнего нашего президента перед федеральным собранием, где он мало говорил о международных делах, но сказал пару интересных фраз. Типа мы ответим так, что им мало не покажется. Вот мне кажется, исходя из этого, мы уже дозрели до этой ситуации, что готовы будем сделать так, что мало не покажется. Спасибо, друзья дорогие. Я боюсь превратить свое краткое слово, которое я без разрешения Айка Борисовича взял, в длинное выступление. Но действительно есть целый ряд аспектов, которые я хотел бы осветить. И думаю, что мы это скорее проговорим в рамках не моего монолога, а нашего с вами диалога. Здесь собрались те люди, которые представляют армянскую элиту, люди думающие, знающие. В сомнении тоже у Крыма не так все просто. По сравнению с до кризисным периодом, я имею в виду до украинского кризиса 2014 года, у нас товарооворот был в 6 раз больше, сейчас он упал значительно. У нас летали самолеты, были связи с точки зрения поставок армянских товаров на внешние рынки морем, а мы же все-таки южные морские ворота России, у нас 7 портов. Армения пользовалась этими возможностями. Вот мы хотели бы, чтобы это все было восстановлено, но мы понимаем, что в период сложный предстоят выборы. После выборов рассчитываем, что все у нас восстановится. Мы видим, что силы, которые не подвергают сомнению территориальную целостность Российской Федерации, а говорить о Крыме как не о части России, это именно подвергать сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Эти силы в Армении очень значительные, они укрепляются, и я верю, что в скором времени мы все существующие еще недоработки в наших отношениях решили, найдем эти решения. С этой уверенностью я вас хочу поблагодарить за то, что вы пришли, и предоставляете мне счастливую возможность общаться и поговорить по существу тех вопросов, которые каждого здравомыслящего человека волнуют. Спасибо вам. Юрий Константинович Кейм, тоже человек в Крыму очень известный. Он возглавляет комитет того самого Крымского парламента, остается в главе комитета, который принимал решение в 2014 году о проведении референдума. Юрий Константинович Кеймпель отвечает за вопросы национальной политики и международных связей в Крымском парламенте, который называется Государственный совет. Он также возглавляет немецкую общину. Я его спрашиваю, Юрий Константинович, вы наверняка год, а годское государство, год ин ланд, существовало тысячу лет в Крыму. Госкоскифское государство, это с 4-го где-то, или с конца даже 3-го века нашей эры и до 14-го, пока монголо-татарская орда не зашла в Крым и не превратила его в часть западного улуса, правильно? Я хочу предоставить ему слово. Дорогие друзья, добрый день. Хочу поприветствовать всех в зале нашего парламента, Государственного совета Республики Крым. Вы знаете, в 2015 году я был первый раз на встрече с президентом Российской Федерации. Я был модератором этой встречи. У нас было представителей от национальных меньшинств Республики Крым, по-моему, человек 12 примерно. И когда один из представителей национальных меньшинств вдруг сказал, что мы тут коренные, мы самые коренные, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, коллеги, вот примерно, безусловно сказал, давайте не будем в этом ковыряться. Вообще, если кто может претендовать на статус коренного народа, у нас, на дулоострове, это греки. Поэтому, говоря о национальной теме, поскольку я ей занимаюсь уже много лет, хочу сказать, 175 национальностей проживают в Крыму. Понятно, что более 50% это русские в Крыму, по переписи у нас вторая по национальной группе украинцы, крымские татары, армяне, естественно. И когда я зашел в зал, мне хотелось сказать, дорогие друзья, Борел ЗС. Поскольку я возглавляю комитет, и комитет занимается двумя направлениями, это народная дипломатия, международные связи, и плюс межнациональные отношения у нас в Республике Крым. В целом, хочу сказать, что в 2014 году действительно у нас была очень сложная ситуация, было серьезное противостояние. Понятно, что Крым тогда стоял на грани гражданской войны, и это практически понимали все граждане, проживающие у нас в Республике. Я был членом комиссии Верховного Совета по пройдению референдума. Причем сказать, я такого активного участия в голосовании никогда в жизни не видел. Пришли дать свои голоса, пришли на референдум, отдать свои голоса даже те люди, которые никогда не хотели голосовать. Колясочники, инвалиды пришли, мы приезжали где-то за час, за полчаса до открытия избирательных участков. Очередь была, сейчас 200-300. Поэтому, когда мы слушаем со стороны западных, кавычках, партнеров о том, что в Крыму референдум проходил под дулом автомата или пистолета, это полная чушь. Ну и потом, в то время, в то время, практически Украина, в Украине было без власти. Я был на первом Майдане, видел, что происходило. На втором Майдане, на первом Майдане стояли студенты. Спрашиваю, девочки, мальчики, чего же вы хотите? А мы хотим в Европу. Я говорю, да. А что вы там будете делать? Путешествовать? Нет, мы там работаем. Дорогие студенты, там места, те, которые были свободны, где горшки моют, они уже заняты, там свои безработные. Ну вот нам по 200 гривен дают, оплачивают проезд, кормят, мы вот сюда пришли. То есть, вот такая была идеология тогда на первом Майдане. Второй Майдан, когда уже привезли наших первых убитых, ОМОНовцев привезли, потом нашу колонну, уничтожили, которая ехала с антимайданом. И крымчанам, собственно говоря, выбирать было не из чего. И потом, сама языковая политика в Украине, она достаточно была сложная. Неоднократно мы встречались и с президентами Украины по языковому вопросу. Предлагали, просили, где-то требовали все-таки принять закон о двух государственных языках Украины, что дало бы возможность в полной мере реализовать свои законные права и интересы всем национальным меньшинствам, проживающим в Украине. К сожалению, этого не было сделано. Ну и потом, когда мы вернулись в состав Российской Федерации, все те блокады, которые в отношении Крыма осуществлялись, а я считаю, что это полное, это прямое нарушение прав человека, водная блокада, которая до сих пор продолжается, энергоблокада, когда нам взорвали электроопоры и когда у нас даже роддомы обесточились, зимой, и я тогда тоже уже был в депутатском корпусе, каждый депутат выезжал в свой регион, в свой район, мы обеспечивали подачу электроэнергии, насколько это было возможно тогда, выпечку хлеба, пункты обогрева, и, конечно, нам потянуло руку тогда, в том числе и Российской Федерации. Продуктовая блокада, то, что касается водной блокады, энергоблокаду мы закрыли, закрыли успешно, сегодня две энергогенерирующих станции в Республике Крым, у нас электроэнергии достаточно, мы даже готовы оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. Ну, а водная блокада продолжается до сих пор. Что интересно, вот Георгий Леонидович как-то тут недавно сказал, что нет двойных стандартов, я с ним полностью согласен, нет двойных стандартов, есть интересы, которые, они лоббируют достаточно жестко. Что с водной блокадой? Понятно, что на сегодняшний день Крым обеспечен водой на весь курортный сезон до конца года специалисты посчитали за счет наших внутренних резервов. Часто поднимается вопрос, в том числе и средствах массовой информации, иногда и некоторые политики Украины говорят о том, что давайте поговорим и договоримся, и мы, может быть, вам дадим воду. Так вот, у нас по этому поводу есть четкое понимание, четкое мнение, нам не нужна вода с Украины, потому что на сегодняшний день правый сектор в Украине не контролируется правительством Украины. От него можно ждать чего угодно, вплоть до того, что они могут отравить нам воду, и мы будем иметь огромные, большие проблемы с этой днепровской водой. Им опять, даже если дадут воду, они ее завтра снова перекроют. К сожалению, сегодня мы столкнулись вот с такими проблемами. В то же время, занимаясь вопросами международных связей, безусловно, я занимаюсь народной дипломатией. И в этом плане у нас активно работают национально-культурные объединения, которые имеют митрополии, те митрополии, которые участвуют в санкционной промежке, прежде всего. Связь с отечественскими за рубежом поддерживается. Ну и поскольку мы сейчас у вас в гостях, хочу сказать, что региональная национально-культурная автономия армян и республики Крым, она у нас одна из самых активных, вот мои коллеги не ведутся врать, они очень хорошо знают и лидеров этой общины, они реализируют свои культурологические потребности и издают литературу на армянском языке при поддержке, понятно, правительства республики. Крым выходят в эфир программы на армянском языке. И, конечно же, вот я был последний раз на мероприятии, которое было 24 апреля, деньги на отсюда, армян в Османской империи, очень хорошее мероприятие провели, и я вам хочу сказать, что на этом мероприятии присутствовали представители практически всех национально-культурных объединений республики Крым, которые разделяют боль и скорбь по поводу геноцида в Османской империи. Плюс ко всему, мы наработали достаточно большой корпус народных дипломатов в странах Европы. Это люди, которые имеют свою аудиторию. Это общественные деятели, политики, журналисты, писатели, спортсмены. И, к чему я это говорю? Я, конечно, хотел бы, чтобы наше армянское объединение, крымское, более активно сотрудничало за своей родиной, с вами, потому что это, безусловно, даст положительный результат. И потом, мы говорим о воздушном сообщении между Арменией и Крымом. Вы знаете, вот общался со многими с вами и с другими. Знаете, народ хочет, народ желает прямого сообщения. Так же и мы, крымчане, хотим, чтобы у нас было прямое, воздушное сообщение с вами. И власть рано или поздно обязана будет обратить на это внимание и решить этот вопрос положительно. Спасибо. Уважаемые друзья, мы, конечно же, рады и благодарны нашим друзьям из Крыма, которые приехали для того, чтобы мы вместе организовали эти дни, Дни Крыма в Армении. Это уже, как вы знаете, второе такое мероприятие. Первое было в 2019 году. И за это время, конечно же, в Крыму произошли очень колоссальные изменения. построились новые дороги, построились новые предприятия, мосты, аэропорт. И очень вот потом вот многие из вас, может быть, уже были на выставке, я не знаю, утром. Кто не был, пожалуйста, посмотрите выставку на втором этаже, выставка, это прорыв Крыма, прорыв Крыма. И я знаю, что многие из вас, да и все, здесь не может быть людей, которые не любят Крым, потому что кто не любит, они не пришли к этому. Вы любите Крым, поэтому, но вы знаете, что ситуация с Крымом сегодня, чем дальше, тем напряженнее. Провокации постоянные, какие-то и политические, и военного характера какие-то вот угрозы. Поэтому нам есть о чем поговорить с вами. Есть о чем поговорить. И я надеюсь, что у нас получится хороший заинтересован такой диалог по теме. И хочу попросить человека, который очень хорошо знает Крым не понаслышке, а так как он там занимал долгое время руководящую должность, это наш Анушаван Сувенович Данильян, человек известный в Армении, занимал в Крыму должность лица-спикера парламента Крыма долгое время, много лет. Потом, вы знаете, он занимал пост премьер-министра в Арцахе тоже достаточно долгое время. сейчас я очень рад сообщить, что Анушаван Сувенович является членом исполкома движения «Сильная Армения» с Россией за Новый Союз. Пожалуйста, Анушаван Сувенович. Не ожидал, честно, что я хотел выступать, но вот спасибо за то, что уважили и дали слово. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что после войны, после тяжелейшей войны в условиях пандемии это первая и единственная официальная делегация, которая прибыла в Армению. И думаю, что это не случайно, потому что это делегация из России, из российского Крыма, А вы знаете все, что война практически была остановлена с помощью России, а если говорить прямо, то по решению президента России, хотя в заявлении три подписи там руководителей трех государств, но на самом деле война была остановлена по решению президента России. И неудивительно, что первая делегация российская Крым, это очень символично, но я бы хотел сказать, что это символично вдвойне, потому что корпус армянской российской дружбы, армянно-российских отношений как раз и начинается от Крыма со времен еще крещения Руси и после, когда в средние века, после падения нашей столицы Ани, большая армянская община образовалась в Крыму и в средние века уже даже в генуэзских картах Крымское побережье было отмечено как Армения Моритима, морская Армения, кстати, мы эту карту издали в 94-м году, когда я еще попричал в Крыму. В Феодосии в то время действовали 38 церквей, это в 13-14 веках, а это было продолжение армянских традиций, потому что, как вы помните, они называли городом тысячи одной церквей. И далее уже в советское время, после революции, армяне, как и другие народы Крыма, наряду с русскими, татарами, немцами, болгарами и греками, стали одними из титулов наций Крыма, государства, образующих наций, и в Армении до Великой Отечественной войны действовал армянский район, как и Юрий Константинович не даст соврать, и немецкие, болгарские, грецкие и татарские районы. А, кстати, первым председателем РФ-военсовета Симфировка была Евгения богатурянцы. Но вы знаете события во время Великой Отечественной войны, депортации и практически уже во время перестройки мы уже начали опять восстановить те традиции культурные взаимосвязи в Крыму и начали создаваться армянские национальные обществы, кстати нужно сказать, что на территории Советского Союза первая национальная община это было образовано в 1989 году это была армянская община. Крым это многонациональный регион здесь очень много говорили о конфликт логическом стороне Крыма я хочу сказать, что как в Российской империи, так и в советское время Крым был не только всесоюзной здравоцентр помните как тогда называли Крым Крым был культурной меккой для Российской империи для народов Советского Союза туда приезжали все именитые писатели композиторы но Крым был известен и своими деятелями культуры я хочу назвать двоих можно сказать что это самые именитые Крымчане это композитор Александр Шпидиаров и великий маринист член академии художеств Российской академии Айвазовский вы знаете я вот было бы наверное символично я применю такой пример на всех картинах Айвазовского независимо от сюжета картины какие бы мрачные там не были темы кораблекрушения шторм буря и так далее но на всех картинах есть ночь света ночь света символизирует надежду надежду на лучшие времена и вот символизируя вот эту картину я бы сказал что для нас все время после российско-армян начала российско-армянских отношений вот эту ночь света мы всегда ждали из севера из России и мы его и получили во время войны я думаю что такой же луч света такая надежда была у кримчан когда они решили заявить о себе когда они пошли путем тем путем которым пошли мы в Арсахе то есть путем волеизъявления народа кримчане решили свою судьбу вы знаете очень много очень много инсинуаций на эту тему что здесь уже Юрий Константинович говорил и Лёш вы тоже об этом говорили что якобы волеизъявления кримчан проходило подбор автоматов но я вам скажу что в принципе по сути если юридическую сторону оставить в стране Крим никогда и не был украинским по сути Крим всегда был российским имея ввиду и русских и все народы которые проживали в Криму поэтому я думаю что подавляющее большинство нашего народа поддержало референдум в Криму и мы считали и считаем Крим российским и я могу это заявить от имени присутствующих здесь и подавляющего большинства нашего народа спасибо я хочу приветствовать кримскую делегацию на нашей земле и хочу сказать Георгий Иванович добро пожаловать чувствуйте себя как дома так как мы армяне веками чувствовали себя в Криму спасибо Амуша Иван Суренович сейчас я хочу попросить очень уважаемого у нас в стране человека депутата парламента Куриханяна Тиграна Хачатуровича сказать свое слово хочу сказать что Тигран Хачатурович является членом нашего клуба друзей Крыма в составе делегации клуба друзей Крыма посетил Крым познакомился там жизнью армянской диаспоры привнес определенное предложение мы просим вас Тигран Хачатурович сказать свое слово нашей аудитории пожалуйста спасибо большое это я приветствую вас уважаемые гости на абсолютно понятном и родном вам языке и это не шутка потому что я вчера видел как Георгий Львович в частности по-армянски отвечал нашим согражданам которые встречали в аэропорту делегацию делегацию прибывающую из Крыма и это было очень приятно это было приятно это было душевно и начиная с этих слов я хочу подчеркнуть как раз вот эту душевную духовную составляющую в целом комплексе связей которые нас с вами объединяют и ну я буду краток как политик который обычно должен и говорить город четко ясно результативно и по сути по сути мне становится некомфортно когда представители практически практически почти единого народа ну уж извините таково мое мнение основанное на истории Украины и России я имею в виду украинцев и русских спорят борются по поводу и насчет крымской земли мне становится некомфортно почему потому что когда я родился мы все с вами жили в стране а большинство присутствующих здесь я думаю со мной согласятся они обладали официальным документом паспортом гражданина одной единой большой могучей страны частью которой являлся в том числе и данный полуостров и в числе всех субъектов скажем так этого объединенного единого государства принадлежал каждому из граждан этого государства я тоже был гражданином этой страны и у меня такое полуосознанное полуподсознательное впечатление что русские украинцы делят мою землю да Крым был армянской землей и это не просто такие ассоциативные пафосные слова это было закреплено официально юридически документом и не только Крым я с этими словами выступал в разных странах мира в том числе и там где не очень дружелюбно к этим формулировкам относятся но таково мое убеждение и Крым и Москва и Киев и Минск и Астана и Ереван и Рига и Италия и многие другие города леса поля моря реки все это было общим единым нашим потом система ценностей в силу определенных тенденций а может быть просто людей без мозгов но в галстуках вкупе все это взяли и поменяли эту систему ценностей и оказалось что не только у всех у нас свои отдельно взятые территории исторические родины но еще есть вот такие споры по поводу например исканно истинно армянской земли Арцах а по поводу Крыма который в какой-то определенный момент истории по мановению чьей-то индивидуальной палочки оказался в составе украинской советской социалистической республики вы знаете чтобы коротко и не эмоционально среагировать на все обсуждения которые здесь проходят и еще будут проходить уважаемые друзья многоуважаемые гости я хочу заявить официально в предвыборной программе нашей партии я представляю Альянс а у нас до выборов уже меньше двух месяцев один из ярких пунктов это рассмотрение даст нам бог и избиратель оказаться в следующем парламенте это рассмотрение вопроса о признании Крыма в качестве субъекта федерации да именно так и очень конкретно и во-первых исходя из того что мне бы лично нашей команде нашим единомышленникам хотелось бы по возможности вернуть Крым себе себе потому что наше товарищество братство дружба союзничество стран государств я имею ввиду Армении и России в частности и Крым приближает к нам к нашему цивилизационному обществу к нашему миру к миру людей которые которые объединены общностью понимания не только политического и прагматического склада но и духовностью реализмом относительно нашего настоящего и будущего основанного на объединение людей как я вчера позволил себе сформулировать людей с душой с общими ценностями с общей перспективой вот я не знаю удалось ли мне немножко может быть эмоционально но зато вот так основательно фундаментально представить позицию да мы хотим вернуть Крым себе Крым в России нам ближе такова моя позиция я вас еще раз приветствую и выражаю благодарность за то что вы здесь находитесь результативной работы на протяжении всех мероприятий посвященных дням Крыма в Армении желаю благодарю спасибо спасибо Тигран хочу спасибо но я вас понял немножко шире чем вы говорили я так понимаю вы хотите вернуть себе Россию и это это абсолютно правильно я поддерживаю я хочу попросить выступить человека который является одними из толпов армяно-российских отношений человека который является организатором и идеологом развития этих отношений наш уважаемый Арам Веленович Сафариан пожалуйста Арам Веленович просим вас спасибо спасибо большое Бакалажами Георгий Львович Айк Борисович господин дорогие друзья я так понимаю что все присутствующие прекрасно понимают каждый понимает почему он сюда пришел потом каждый понимает почему сюда пришел другой рядом сидящий а все пришли потому что это форма нашего уважения тайна нашего уважения великой России которая с тобой связана и укрепление и углубление отношений с которыми все присутствующие здесь хотим я две конкретные вещи скажу но перед этим хочу сказать что 14 лет имею честь быть знакомым с Георгием Львовичем Мурадовым это крупный российский дипломат государственный деятель организатор имеющий сейчас очень ответственный высокий пост в республике Крыма в российской федерации а еще скажу что это отец традиционной очень хорошей крепкой семьи у него блестящие дети дай бог дары вашим детям и внукам имею много лет чести работать с одним из его сыновей с крупным организатором талантливым молодым человеком мне всегда было в удовольствие общаться с ними у них крепкие армянские корни дорогие друзья две вещи которые я хотел бы сказать полностью поддерживаю Айтбайщу Бабуханяна господина Уриханяна господина Бабаяна и других наших друзей в их начинании по пропаганде идей которые поведут нас в сторону обновления укрепления союза с Россией вплоть до создания союзного государства или союзного государства Армения Россия по типу союзного государства Беларусь Россия или же просто присоединение к союзному государству России это получится а сейчас я считаю что после трагической 44 дневной войны трагической войны для нашего народа ни о чем так много основательно и подробно не было рассказано обсуждено в нашем армянском обществе как об укреплении отношений обновления союза с Россией во всех политических партиях во многих здравомыслящих политических кругах в общественных кругах в кругах интеллектуалов экспертном сообществе научном сообществе зреет мысль об обновлении укреплении союза с великой Россией поэтому я считаю что вот как господин Михайян только что сказал осталось его там сколько до неочередных выборов не злословить надо не оскорблять друг друга надо несмысленными речами и болтовней заполнять эфир нужно а нужно набраться опыта смелости и повести народ в сторону укрепления отношений с Россией там наше спасение там наша национальная безопасность там наша внутриполитическая стабильность там возможность для экономического процветания нашей страны это первое и второе мы имеем уникальную возможность стоять у истоков такой цивилизации где бы всякие условности были второстепенны а суть была важна я очень надеюсь что в Российской Федерации и в послевыборной Армении будут надзревать настроение по которым мы сможем в Армению приглашать лучших людей республики Крым а в Крыму будут приглашать лучших специалистов республики Армения я об этом давно хотел сказать читать лекции показывать фильмы рассказывать разные истории писать статьи в газетах давать интервью показываться на медиапространстве так чтобы мы все время были друг к другу ближе и ближе я например думаю что не все умные деловые блестящие мыслящие хорошо работающие люди уехали из Армении многие остались вот их надо использовать они в этой стране работают на совесть поверьте не за деньги а на совесть и эти люди для нашей страны такая большая награда такая честь для нашего общества что это надо в полную использовать предлагаю уважаемый президиум серьезно подумать над тем чтобы лучших людей Крыма направлять в Армению на постоянной регулярной систематической основе а лучших людей Армении регулярно посылать в Крым и отдыхать и работать благо как говорил господин Сафарян Крым для нас не чужой спасибо вам большое спасибо большое раз уж я взялся добавлять то добавлю и к вашему выступлению господин Сафарян поэтому я и здесь но на самом деле очень тоже важное сказано насчет безопасности мира для народа Армении в союзе с Россией это так но я думаю что и мир и безопасность армянского народа Арцаха тоже тогда в союзе с Россией спасибо мы вот заговорили о безопасности в зале присутствует очень известный эксперт военный эксперт господин Джамалян пожалуйста ваше слово господин Джамалян прошу вас спасибо уважаемые гости уважаемые дамы и господа мероприятие это очень важное важное потому что мы каждый каждый день по сути дела делаемся очевидцами тому как в нашей стране известные силы силы которые заинтересованы в расчленении России в ослаблении России и силы которые при этом еще и заинтересованы в том чтобы в этом регионе не было мощной жизнеспособной армянской государственности чтобы в этом регионе не был освобожденный Арцах вот эти силы навязали и навязывают нашему населению какие-то абсолютно неадекватные но очень опасные антироссийские тезисы к сожалению антироссийская платная пропаганда она ищет вот сейчас в наши дни набирают обороты и как бы это не странно но участие населения вот эти идеи они нашли они укоренились в сознании части нашего населения поэтому мы должны делать все чтобы особенно наша молодежь восприняла очевидное очевидное заключается в том что безопасное достойное существование армянского народа перспектива мощной армянской государственности освобожденного Арцаха возможно только при наличии крепкого союза с нашей очень дорогой нам Россией наши интересы стратегические интересы абсолютно в этом убежден совпадают нас связывает очень много и в цивилизационном плане цивилизационные узы которые нас связывают они очень крепки и наша цель я полагаю должна быть должна заключаться в том чтобы сознание нашего населения в молодежи в частности укрепилось одно единственное мы в союзе с Россией должны восстановить все то что утратили и мощная субъектная армянская государственность возможно только при наличии армяно-российского союза приветствую вас спасибо за возможность спасибо на вопросы уже на вопросы у нас записались еще на прошлом нашем заседании в МГУ я по вопросам помню вот у нас на по выступлениям последний выступающий записался наш уважаемый поэт Абгар Апинян пожалуйста ваше слово и потом переходим к вопросам или репликам с места пожалуйста спасибо дорогие друзья тесные дружественные отношения между народами как правило основываются на прочных культурных взаимоотношениях как представитель армянской литературы и культуры я могу с уверенностью сказать что великая русская культура русская литература это для нас родной дом все в Армении чтут уважают любят литературу Пушкина Гоголя Лермонтова Достоевского и многих других это наша родная страна страна великой культуры я более чем 30 лет преподаю на армянском языке историю русской литературы я люблю эту культуру потому что это великая культура гуманизма мы должны организовать начинать организовать встречи конференции между литераторами драматургами Армении и Крыма и наша цель это не просто литературные мероприятия пусть весь мир узнает что могут делать для мира литераторы и художники гуманизма нас связывают русскую литературу русскую культуру и культуру Армении гуманизм это честность вопросов мира это талант потому что Армения как носитель великой культуры дал многое миру мы горды тем что сделали наши предки вот почему я с уверенностью говорю вам добро пожаловать наши друзья я приветствую делегацию Крыма и с уверенностью хочу добавить всему тому что уже сказано давайте работать именно начнем с этого с этого часа начнем сейчас потому что мы должны миру доказать что будущее не в войне будущее в мире и это об этом говорят во весь голос говорят литераторы и Армении и литераторы Крыма спасибо вам сейчас наш уважаемый Мехер Месропиан известный наш певец заслуженный деятель искусства Армении еще на конференции в МГУ просил слово но у нас там уже заканчивалось он захотел задать вопрос ну и наверное до вопроса скажет на своих тоже пожелания или мысли можете подняться сюда или сюда как вам удобно я приветствую всех добрый день добрый день уважаемые наши друзья добро пожаловать в Армению я артист начинаю делать новые шаги в политике это стало для меня так интересно что-то очень не особенное происходит когда ты понимаешь серьезность того что происходит в твоей стране а это познание ну в политической жизни участвовать в политической жизни для меня как для гражданина России для гражданина Армении у меня двойное гражданство двойная радость что Крым стал Россией наконец-то и отношения между Арменией и между Россией для меня очень важны потому что я сам прожил в России 20 лет и я рад что сейчас настало время для Армении когда действительно патриоты люди которые понимают насколько важны отношения с Россией для Армении во всех сферах эти люди встали на ноги и спасибо вам большое и для меня огромная честь что я в своей политической жизни начал с таким для меня легендарным человеком как Хайк Борисович мы в союзе мы вместе за сильное Армения с Россией за новый союз что касается политической жизни то в программе когда я думал о программе мы работали с ребятами с моей командой мы уделили 36 пунктов мы уделили 6 пунктов отношения с Россией и в том числе конечно же союзное государство и для меня это мечта когда наши граждане и граждане Армении могут прийти например в Россию в любой паспортный стол положить свой армянский паспорт а ему через неделю российский паспорт и вот мы так станем еще крепче и сильнее дай Бог всем нам спасибо вам большое Хайк Борисовичу спасибо за предоставленное слово песню бы хотел спеть но это нужно потом вечером да это вечером а у вас еще вопрос был я так понял вопрос а реплика одним словом спасибо большое за внимание нервнее еще понимаете все время ну петь легче скажу спасибо большое спасибо большое мы без интеллекта и без культуры никуда вперед не двинемся поэтому вот поддержка деятелей культуры и интеллектуальных всех работников крайне важна и вы знаете вот сама постановка вопроса о том сильнее мы становимся слабее мы становимся навела меня на одно воспоминание как-то я с одним товарищем говорил из центрально-азиатских наших республик которые тоже входят в Евразийский экономический союз казалось бы ну куда ближе союзники союз ходим вместе а вот российский статус Крыма сразу раз и как-то глаза потупят не говорят что же хотим я задал такой вопрос а скажите пожалуйста с Крымом ваша страна она несмотря на то что в центральной Азии находится получая вот морские ворота через черное море получая форпост гео стратегически крайне важная сильнее становится в рамках нашего союза союзного так сказать образования евразийского или слабее конечно сильнее поэтому ни один человек не может сомневаться задумываться насчет идеи того с Крымом мы сильнее или слабее конечно сильнее кратно сильнее ну пожалуйста я прошу даже о том чтобы были вопросы мы тогда поговорить сможем вот вот да конечно Интеллигенции, работники Института Истории Национальной Академии Наук, Еванского государственного университета, педагогического. В основном историки были в Сюникском Марсе, Горисе и отмечали столетие горной Армении. В 1921 году, когда Армения была советизирована, вот в этой части Армении она оставалась независимой. И, как вы знаете, благодаря вот этой борьбе, которую возглавлял герой армянского народа Горигин Нажде с соратниками, Зангизур, Сюник составил часть Советской Армии. Мы встречались там с военнослужащими российской базы в Армении, видели передвижение войск, но и видели на очень близком расстоянии азербайджанских солдат, пограничников. Мы общались с народом, и вы знаете, вот там такая мысль была, что все-таки, как ни говори, получается, что союзник России, Армения, в принципе, проиграла войну союзнику Турции и Азербайджану. Вот мы говорили с российскими офицерами, и чувствовалось у них, что они тоже понимают, что, в принципе, проиграла и Россия. Вы знаете, мы встречались в прежней Армении, России, еще не было вот этой войны, и все казалось очень хорошо, но после этой войны очень много вопросов возникло. И вопрос о русско-турецком сотрудничестве, когда вот президент Турции объявляет, что Россия аннексировала Крым, как международник и историк, это самая, как бы, высшая форма. Как вы вот на эти вопросы смотрите? Спасибо. Ну, я смотрю... Спасибо. Вопрос глубокий, серьезный, хороший. На него надо отвечать, и я буду отвечать. Ну, первое, вы, конечно, говорите, что Армения проиграла войну, хотя напрямую войны между Арменией и Азербайджаном объявлено не было. Я, во всяком случае, такого не слышал, чтобы была война, и Армения была в войне, и Россия при этом не приняла никаких, не предприняла действий. Конечно же, мы... Да, вот я тут вернусь... Арцах Армении это вы говорите. Да, конечно. Да, вот надо, согласен с вами полностью, я не спорю с вами, я с вами соглашаюсь, только сделайте это. Мы же признали независимость Крыма. Но мы же признали, мы же признали независимость Крыма, а вы независимость Арцаха признали. Мы же говорили, да, ну и Крым тогда... Вы понимаете, это вопрос не так, что Арцах в Армении, сказали вы, а сам Арцах это знает. Ведь наш президент вас несколько раз спросил, вы признали Арцах. Понимаете, в ваших словах сейчас я чувствую обиду и эмоции, но это не к нам. Я вам могу сказать одну вещь. Если Армения ослабляет свои узы с Россией, значит она ослабляется сама. И она получает то, что получает. Вот этого не должно быть. Понимаете? Чем слабее наши узы, тем хуже. Вот мы об этом как раз и говорим. Я всегда могу сослаться на четкую и ясную позицию, которую наш президент высказывал. Почему не признали Арцаха независимым государством, частью Армении, как хотите. В каком году? В 89-м году Армения как государство независимое не существовало. Она была в составе другого государства. Понимаете? В союзе она была. Как не было России независимым государством, так не было и Армении независимым государством. Поэтому, конечно же, вы должны здесь не эмоции свои применять, а понимание того, что допущены были ошибки ни нами, ни России. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот слово попросила Алла Акупиан. Вот, пожалуйста, вот в середине, чуть выше, вот Алла Акупиан, известный у нас деятель общественный, руководит союзом, женским союзом нашего движения за Новый Союз. Алла Акупиан, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую всех присутствующих. Я вообще не хотела брать слова, потому что здесь такие серьезные люди сидят, что я считаю, что я не вправе была подняться на сцену. Но меня возмущает это отношение, которое сегодня в этом зале, в котором вроде бы собрались люди, которые действительно понимают всю ситуацию сложившуюся, понимают подобные вопросы. Все претензии, пожалуйста, к нашему сегодняшнему руководству. Хочу вернуться. Хочу вернуться в 1915 год, Первая мировая война. Сегодня везде принято говорить, что цветные революции начались в Сюгославии. Нет, это не так. Первая цветная революция произошла в отношении России, когда Россия была в мире одной из самых богатейших стран, где и крестьяне, и рабочие жили прекрасно. И если бы так продолжалось, как говорил Столыпин, скоро бы через 20 лет вообще бы не узнали Россию, настолько бы она усилилась и окрепла бы, и показала, кто она на самом деле. Увы, те же самые силы, которые сегодня по всей границе России, по всей, не только с Восточной, по всей границе России, построили биолаборатории, привели свои НАТО войска и так далее, поставили их всех туда, всем понятно, почему это делалось и делается. Потому что они применяют те же самые технологии. Технология, которая была применена в отношении Российской империи, потом она повторилась уже в наши дни. И не надо этому удивляться, а надо самим на месте бороться и защищать свою страну от всяких соросовцев и всяких отщепенцев других, которые сегодня заняли нашу страну. И все наши претензии не только в этой аудитории, а и везде, на митингах, которые по 40 тысяч людей, по 50 тысяч, выходили и говорили, что они не считают этих соросовцев своими правителями, но почему-то мы все сегодня с человеком, который абсолютно не соблюдает никакие законы, с ним мы хотим работать именно на законных основаниях. Так не бывает. Так не бывает. Он делает, что хочет, а мы терпим, глотаем, и поэтому сегодня результат вот этот. Теперь, что я хочу сказать, так как я представляю женское движение, я хочу сказать, что слава Богу, что в нашем женском движении собрались неизвращенные феминистки. Почему неизвращенные? Потому что феминист, мы уже сегодня понимаем, что он делает во всем мире, и главное в Армении, в Армении всегда уважалась женщина-мать. Никогда не было такого, чтобы сын не слушался бабушку, не слушался маму. Это у нас было законом. Нас не надо было приучать к тому, чтобы благодаря каким-то законам у нас защищались права женщин. У нас не было этой необходимости. У нас так и так женщина всегда была уважаема и любима. Нам навязываются, помимо этого, и другие законы. Трансгендеры. Никол, я ему лично спрашивала во время демонстрации, когда он уничтожал историю Армении, историю армянской религии, апостольской церкви, языка, и когда мы ему задали вопрос, почему вы финансировали фильм про эту женщину, которая стала мужчиной, извините меня, сделав операцию, он сказал, да, не смейте ее трогать, она под моим этим самым, забыла слово. Не важно. Да. В общем, короче, я хочу сказать, когда президент, ну не президент, главное лицо страны, он говорит об этом со своим народом, в патриархальной стране, скажите мне, пожалуйста, мы должны терпеть такое руководство? Нет, конечно, и не будем терпеть, и не будем терпеть, потому что все, что сегодня говорят, что это такие-то земли, другие земли, давайте вспомним историю. Еще с 1828 года Елизаветопольская губерния, Бакинская губерния, Тихлицкая губерния, это все земли, которые правильно, годами, тысячелетиями, жили армяне, но эти земли были освобождены именно благодаря русскому оружию, и мы это не должны забывать. И сегодня, вот этой 44-дрехдневной войне, которые фактически предательски проиграли специально, пусть будет суд, и мы узнаем истинные моменты, истинные вопросы всего, что произошло. Так вот, сегодня произошло то же самое, что и тогда, и поэтому давайте вместе собираться и решать, как нам поступить, чтобы выйти из этой ужасной ситуации. И самое главное, сегодня давайте вспомним, когда Сталин хотел после Второй мировой войны вернуть в Восточную Армению, что ему сказали те же англосаксы, которые сегодня окружили Россию? Они сказали, убери свои войска из Ирана. Вот что они ему сказали. А то мы просим атомные бомбы. И действительно, вынужден был Сталин убрать свои войска оттуда. И вопрос в Восточной Армении не был решен. А сегодня вместо атомных бомб работают другие бомбы, биолаборатории, которые наводнили все вокруг российской границы, все вокруг. И они изучают этнические наши и кровь, и данные, чтобы против нас специально работали какими-то вирусами, какими-то болезнями, чтобы людей уничтожали постепенно, шаг за шагом. Мы должны осознавать это. И только в единстве бывает сила. В единении с Россией. Так говорил Андроник Зоровар, так говорил Гарри Гиннажден. Спасибо, президент. Спасибо. Спасибо. Есть выступления или вопросы? Вопросы, пожалуйста, если есть. Григорий Григориан, лидер коалиции «Единное здоровье», международный эксперт по биологической безопасности. В первую очередь, перед тем, как задать вопрос, я бы хотел попросить наших гостей с пониманием отнестись к вопросам аудитории, потому что в течение многих лет различные средства массовой информации очень подло и грязно нивелировали все достижения российско-армянского сотрудничества и пытались манипулировать как историческими данными, так и оперативными данными о том, что происходит на фронте. Поэтому некоторые из этих средств массовой информации сегодня присутствуют в зале, и я бы хотел попросить всех присутствующих быть максимально осторожными и высказываниях не давать волю своим эмоциям, для того, чтобы не давать пищу этим средствам массовой информации, продолжать манипулировать российско-армянской дружбой и сотрудничеством в своих заказных материалах. Это первое. Мой вопрос относится к биологической безопасности в контексте поднятого вами вопроса о том, что сегодня на территории Крыма фактически на территории Украины фактически не контролируется деятельность террористической группировки запрещенной на территории Российской Федерации и правый сектор. В частности, вы упомянули, что есть опасения, что они могут отравить воду и так далее. В этом контексте я хочу спросить вас, какие меры принимаются на территории Республики Крым для того, чтобы обеспечить биологическую безопасность населения. Прошу вас учесть, что исходя из имеющихся научных данных, одна очень известная зооносная болезнь, особо опасная болезнь носит вирусная, носит, не вирусная, извините, рикетсиоза, это бактериальная, носит название конго-крымская лихорадка. И эта лихорадка может быть вполне использована в качестве бактериологического оружия с целью как уничтожения живой силы противника, так и подрыва продовольственной безопасности и здравоохранения в стране. Вот в этом контексте я хотел спросить вас, какие меры предпринимаются на территории Крыма в рамках российской концепции по биологической безопасности и концепции ОДКБ, и какие вы видите точки соприкосновения для сотрудничества между соответствующими федеральными органами Крыма и на данный момент пока еще экспертами Республики Армения, поскольку к несчастью национальная система биологической безопасности Республики Армения сегодня находится под внешним управлением второй страны. Спасибо. Спасибо. Можно я вам отвечу прямо вот как говорится и честно на ваш вопрос вы не обидитесь нет? Отвечаю я не знаю не моя тема честно говорю может Юрий Константинович знает с точки зрения биологической безопасности не знаю честное слово не ответим вот честно говоря уверен был что на нашей встрече мы на все вопросы ответим каюсь переоценили мы свои силы не ответим вы знаете мы все таки ответим на этот вопрос но лично вам уже по возвращению в Крым мы тогда его запишем себе выясним вы оставите свои координаты или через Зайка Борисовича мы постараемся ответить у Зайка Борисовича мои координаты есть просто во всяком случае я думаю этот вопрос даст особого внимания в контексте того что сейчас происходит думаю что да совершенно верно мы с вами тоже об этом говорили вы много выступали у нас и в газете и на нашем телевизионном канале поэтому то что вы поднимаете этот вопрос абсолютно с моей стороны приветствуется вы знаете что мы боремся против вот этих американских лабораторий которые установили в нашей стране что очень опасно что очень опасно а дальше уже вот как только получим ответ обязательно вам передадим они борются против биологического терроризма а не против так сказать совершенно верно совершенно верно но это же тоже не случайно что кому они принадлежат это же тоже закономерно к сожалению да кто так и да и почему они здесь оказались и кому они принадлежат это все звенья одной цепи одной цепи это действие против нашего народа действия против нашего народа действия против нашей страны если есть еще вопросы пожалуйста да пожалуйста Аннаит Мутофиан актриса академического театра у меня не политический вопрос хоть искусство это тоже политика во всех армянских театрах в театрах ставятся русские драматурги а в России ни в каком театре нет армянских драматург может Крым сделает первый шаг спасибо ну вы сказали что искусство тоже политика я скажу что политика это тоже искусство но на самом деле в Крыму безусловно уделяется внимание армянской культуре у нас ставятся произведения армянских авторов я уж не говорю о музыкальном творчестве понимаете наш земляк Александр Спиндиаров для нас это Светоч для Армении тоже ну и драматические произведения насколько я помню тоже имели место ну конечно на русском языке но армянская община у нас сильная мощная и в рамках своих культурных мероприятий они проводят и мероприятия на армянском языке если у вас есть идеи я считаю что это будет очень правильно наладить нам культурное сотрудничество напрямую между Крымом и Арменией и ставить соответственно произведения ведь вот известный греческий мирового уровня режиссер Ангела Сидеропулос поставил на сцене нашего театра пьесу Троянки в Рябидо и мы смогли это сделать с титрами или в переводе и она очень здорово прогремела по России в Москве она тоже очень широко прошла в исполнении именно Симферопольского театра поэтому этим надо заниматься но я понимаю что это дело будет нелегкое но все конечно зависит от результатов выборов но пока вот мы даже имеем например соглашение о сотрудничестве между городами Крыма и Армении между Армавиром и Феодосией Феодосия тоже для армян известный святой город можно сказать и мы очень хотели всего-навсего вот несколько культурных мероприятий договориться с Армавиром и подписать такой план небольшой мероприятий в рамках имеющегося соглашения то есть соглашение не надо подписывать там согласовывать наверхах просто согласовать некоторые мероприятия нам к сожалению не удалось это сделать я не знаю какие силы срабатывают это не моя задача выяснять но пока вот мы не нашли здесь даже в таком маленьком вопросе понимание мы сейчас занимаемся вместе с городами в которых есть античное наследие у нас же год России и Греции объявлен этот год год истории Россия и Греции и мы вот города античного наследия Крыма по нашей инициативе организовали российскую ассоциацию городов античного наследия хотим к этому делу подключить армянские города античного наследия потому что мы сильнее вместе будем звучать как не крымские а российские и армянские города подключать греческие много городов на ближнем востоке в Италии в Турции и так далее в целом ряде стран ну вот хотели на этот счет тоже какие-то соглашения подписать пока не удается вот это не критика с моей стороны не хочу я вмешиваться во внутрополитические вопросы это ваше дело но я не хочу чтобы потом мне сказали что вы этого не сделали понимаете мы стараемся это делать и я уверен что если бы Арцах был частью Армении было бы все по-другому спасибо Георгий Львович но должен добавить что мы на государственном уровне к сожалению вы знаете какое сопротивление идет вот этим всем инициативам поэтому мы собираемся менять вот весь подход всю концепцию развития нашего государства концепция государства которая имеется сегодня она привела вот к тем плачевным результатам в том числе и в Арцахском вопросе о чем и говорит Георгий Львович то есть это не признание или же не уже повторение решения которое вы говорили 89-го года 1 декабря 89-го года да было принято решение о воссоединении было принято решение парламентами наших Армении Советской Армении и Нагорно-Карабахской автономной области вот это решение оно должно было переподтвердиться да да вот это вот это вот это решение должно было переподтвердиться уже третьей республике или же должен был быть принят закон о признании независимости Нагорного Карабаха или Арцахской республики да да и вот к сожалению к сожалению эта неопределенность она конечно повлияла поэтому эта неопределенность и в отношениях с Россией да вот с одной стороны мы союзники с другой стороны даже такие элементарные вопросы как допустим в рамках подписанного договора о значит по обратимстве двух городов невозможно даже написать программу действий вот это вот это все это отсутствие концепции или концепция которая демонстрирует якобы отсутствие концепции а на самом деле это антиармянская концепция вот мы ее будем менять мы ее будем менять что касается вот вашего вопроса о гуманитарных связях то не обязательно это все делать через государство вот мы сейчас все что мы делаем во всяком случае с армянской стороны мы делаем не через государство мы делаем своими силами своими вместе с вами дорогие мои друзья и спасибо вам за поддержку но мы это делаем как народ мы делаем это как люди которые беспокоятся за будущее нашей страны и поэтому еще раз вам большая благодарность в 19-м году мы провели в сентябре как раз на 21-го сентября на день независимости Армении благодаря большой помощи Георгия Львовича в Крыму в пяти городах провели дни армянской культуры здесь присутствуют люди которые участвовали в этих мероприятиях и представили армянские песни танцы вот здесь наша уважаемая Мадлена Астрян которая выступала на этих подиумах спасибо об этом мы сейчас вам покажем фильм дорогие друзья вернее это будет фильм он первый раз вы увидите это даже не полный фильм это будет часть этого фильма первый раз мы решили показать фильм вам представим его на ваш суд вот далее 4 мая 4 мая в городе Феодосии опять благодаря поддержке руководства Крыма поддержке Георгия Львовича поддержке мера города Феодосии Анжелы Владимировны которая Сердюкова в нашем сейчас зале она не присутствует но она в делегации она сегодня если я не ошибаюсь общалась да вот с нашими друзьями которые сейчас уже вот приехали и они обсуждали вопросы развития этих культурных связей да и вот это все это отлично это прекрасно 4 мая будет в городе Феодосии выставка которая сначала открылась вот в этом здании и поэтому мы благодарим руководство дома Москвы господина Карапетяна Варкезовича далее эта выставка переехала в Степанакерт и сейчас из Степанакерта переехала в Феодосию 4 мая будет открываться выставка 4 мая будет показан полный фильм вот той части презентации которую сейчас вы увидите опять в городе Феодосия фильм называется паломничество в Крым это по армянским местам Крыма а что касается выставки выставка называется Армения и Крым любовь в сердце не встреча в сердце моем вот такая выставка это художественных работ многие из вас были на открытии 2 апреля этой выставки здесь то есть давайте политические дела политическими мы и так занимаемся и будем заниматься и будем менять власть что касается гуманитарных связей мы эти гуманитарные связи должны развивать есть у нас более-менее нормальная власть нет у нас такой власти мы это можем сделать своими силами в любом случае сейчас я вас всех очень прошу буквально 5 минут перерыва там нам организаторы устроили кофе-брейк через ну давайте 10 чтобы успели все-таки кофе выпить через 10 минут собираемся в этом зале я вас прошу оценить значит во-первых к нам приехали артисты у нас будет концерт а артисты приехали из Крыма специально чтобы перед вами выступить да мы сейчас посмотрим это выступление потом у нас фильм ваши оценки потом вы скажете как у нас получилось и потом у нас фуршет где мы хотим с вами неофициально обстановки теплой беседе пообщаться не прошу никого не уходить мы продолжаем нашу программу наш торжественный вечер посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией седьмой годовщине